если состоянии понимания того что все зависит от тебя и несмотря на то где ты сейчас находишь в какой ситуации ты оказался в какой среде ты оказался ты просто должен двигаться дальше виктор франкл наверное все знаете эту книгу когда он был в концлагере привел очень такой простой пример есть люди которые делятся на два типа пессимисты и оптимисты оптимисты которые смотрели на это состояние слушай да я случайно сюда попал ну как да нет это все пройдет я сейчас вот быстренько тут настроюсь позитивненько это ерунда все поменяется они умирали никто из них не выживал а пессимисты которые понимали что они попали всерьез и надолго пытались перестроить себя и свою жизнь для того чтобы адаптироваться к новым условиям не для того чтобы подчиниться и для того чтобы адаптироваться и найти возможности находить продолжение продолжение себя в этой ситуации мне кажется один из первых уроков которые я для себя вынес это возможность адаптации к той ситуации в которой ты находишься для многих эверест или там непал это является какой-то меккой и это круто там кто для кого-то это является местом жизни там мечтой всей своей жизни когда у нас в сколково объявили что есть возможность пойти трекинг подножию эвереста многие из наших друзей сказали вау об этом я мечтал всю свою жизнь посидев немного столик сказал я тоже почему все мечтают почему мне это но я не отдавал себе отчет что это такое мы пошли в горы первый день я прошел я понимал что это как-то непонятно как в общем что-то но надо идти я пришел а на второй день когда вся группа ушла и чтобы вернуться обратно в ту маленькую гостиницу где лежат наши билеты на обратную дорогу через 14 дней надо было уже где-то ночевать и вот я человек который всю жизнь проработал оси я никогда не обладал там я уже сказал что спортивным каким-то достижением ну там каждый из нас говоришь что там что пробежишь ну пробегу ну дойдешь ну дойду я просто в определенный в какую-то секунду я просто понял что я дальше не смогу идти ну все у меня нет сил ни физических ни моральных никаких я просто сел на камень и заплакал вот это было состояние когда ты абсолютно наедине сам с собой ты понимаешь что ну все ну ну нет ну нет возможности думаю что делать ну ладно ну 10 шагов я смогу пройти не знаю пойду какой молодец я пошел 10 шагов а еще 10 вот сяду на этой ступеньке ну посижу ну хрен с ним пусть будет ночь а 20 50 я потом прошел 100 шагов это было каждый раз это ты преодолеваешь самого себя и мне кажется вот это преодоление которое ну поддерживание еще тем что там впереди в лагере ждут мне дорогие меня люди через два часа я добрался до них там или через три я уже не помню может быть даже через четыре мне в тот момент мне уже было все равно я я дошел и когда я туда пришел я увидел их улыбки увидел их то что они там и мне кажется вот это вот желание что по чуть-чуть по маленьким шагам ты можешь дойти к той цели которая поставил как бы тяжело тебе не было и об этом говорили все мои спикеры которые были здесь самый главный девиз не останавливай и и